Если политика разъединяет страны и народы, то культура словно цемент скрепляет. Не жечь книги, а читать. Не переписывать историю, а изучать. Не запрещать музыку, а исполнять. Вот путь к пониманию и дружбе. Староскольский коллектив «Консонанс» на немецком поет не первый год. Ансамбль объединил людей разных профессий и судеб. Есть и потомки немцев, приехавших в Россию задолго до революции. Чем отличается русский фольклор от немецкого, узнавала Лариса Ульяненко. Пока Запад вычеркивает Чайковского и Достоевского, из нашей реальности культура западной цивилизации никуда не делась. Отказываться от наследия Микеланджело, Сократа и Джека Лондона в угоду политическим настроениям глупо и опасно. Поэтому во «Сколе» по-прежнему звучат песни на немецком. Музыкально-поэтический «Консонанс» создала Ирина Радченкова. Это связано с тем, что я принимала участие в нескольких российско-германских проектах. Культурного обмена. Назывался этот проект «Музыкальный мост». И вот мне хотелось внести какую-то свою тоже лепту в укрепление наших культурных связей. Я нашла единомышленников и поэтому стала с 2016 года заниматься, организовала кружок немецкого фольклора и стала вместе с девочками заниматься. В отличие от русских народных песен, полных страданий и катарсиса, в немецких – оптимизм и философия. Однозначно немецкий фольклор отличается даже тем, что все наши песни, наши родные русские песни, они в миноре, они минорные, они протяжные и они такие о большой и трудной судьбе, как правило. А вот в немецком фольклоре в принципе очень серьезные темы, но они подаются все в мажорном ладу и они действительно более энергичные, более позитивные. Немецкая культура известна своей философией. Немецкий фольклор не избегает даже темы смерти. Ирина признается, это так удивляло, что поначалу подобные куплеты даже исключали из репертуара, а потом решили, раз это часть культуры, нужно рассказывать и об этом. В коллективе исполняют не только немецкие песни, но и тирольские из соседней Австрии. Тексты на русский переводят сами, чтобы выдержать стиль, сохранить красоту и оригинальность. Здесь не считают, что немецкий – язык маршей. Язык не звучит как-то грубо, как это почему-то принято считать. Но это может быть со времен войны, когда разговаривали мужчины, разговаривали жестко. Женщины в Германии говорят очень милыми, плавными голосами. И песни, соответственно, красивые. Предки Людмилы Митряевой из Германии переехали давным-давно, когда мастеровых, врачей, инженеров и архитекторов приглашали в Россию. Среди ее дедов был даже владелец филармонии. В то время, когда я разговаривала с дедушкой, со своим, я всегда к нему приставала и говорила, «Ты мне еще раз скажи на немецком, я тебя не понимаю, несмотря на то, что я в школе учусь, и неплохо, и немецкий язык учу. Почему-то я тебя не понимаю». Он мне повторял, повторял. Но я только потом понимала, что это как раз их южный диалект. В поселке было очень много немцев, и поэтому они очень часто разговаривали, пели песни на немецком языке. Кружок для меня стал, ну, скажем так, отдушиной, возможностью окунуться в какое-то прошлое. Русско-немецкий коллектив долго репетировал в библиотеке Пушкина. Но сейчас с этим стало сложно. «Сейчас активизировалась культурная деятельность. Это, конечно, очень радует. Конечно, для того, чтобы что-то создавать, для музыкальных коллективов нужно место для репетиции». Ирина Радченкова надеется, что клуб примет под свое крыло одно из местных учреждений культуры. И репетиции продолжатся. Лариса Ульяненко, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова